У нас есть сценарий на все случаи жизни, но я хочу, попытаюсь вот дополнить ответ Максиму Анатольевичу на вас последний вопрос, уважаемый Александр Николаевич, по поводу того, что надо отложить в среднесрочной программе до 2025 года. Вопросы, связанные с развитием рынка труда и вопросы, связанные с развитием финансово-экономических систем. Вот надо в финансово-экономическую систему принять быстрое решение по ее возврату на нормальную рельсию. Потому что, как вы правильно сказали, что поколение не курящих придет в 33-м году, а поколение молодых людей и молодых менеджеров с клиповым сознанием, оно уже сейчас предлагает различные... Я не буду всякие прилагательные употреблять, все-таки в научном сообществе находимся. То есть можно, да? Ну, хорошо, так оценочные тогда не будут. Прибалочные, это научный термин уже, оценочные показатели. Разумно это или неразумно, я не буду употреблять, чтобы никого не обижать, находясь в приличном обществе. Так вот, надо заниматься, для того, чтобы был экономический прогресс и чтобы было экономическое развитие, надо заниматься рынком труда, вернее, не рынком труда, а человеческим капиталом. Мы сами живем в капитализме, это мы все признаем, я потом чуть позже, чуть ниже, обращусь к середине той дискуссии, которая здесь у нас разворачивается, что такое социальное партнерство, когда оно возникло, в чем оно заключается и как его дальше надо видеть. Так вот, человеческий капитал сегодня, марк наряду с другими видами капитала в рыночном капиталистическом обществе, он сегодня находится в самом загранном состоянии, и им очень мало занимаются. Поэтому, а человеческий капитал, это гораздо более широкое понятие, чем просто рынок труда или что-то еще, или социальные гарантии, это комплекс. Комплекс, комплекс воздействия экономической, прежде всего, хотя не только экономической, но и разных других форм окружающей среды, на человека, на гражданина, на гражданина. И тут надо понимать, что мы ставим в виде цели полагания. Экономический рост для чего? Во имя чего? Если во имя повышения прибыльности и доходов собственников, ну, так сказать, вот из старых терминов капиталистов, это один разговор. Это точная дорога в 2017 год. В каком это будет году? В 2017 или в 2019? Это вопрос другой. Если нам заграница поможет, то это будет в 2018 году. Если мы имеем цели полагания развития общества, развития государства, то здесь должен быть успех для всех. И поэтому справедливое распределение прибавочного продукта, это тот вопрос, собственно, коренной, по которому мы всегда примеряем самую большую дискуссию. Так вот, поскольку здесь затрагивалось вопрос социального партнерства и взаимодействия трудящихся, ну, прежде всего, объединенных профсоюзами, организованных трудящихся из государства и бизнеса, то я хочу напомнить, что основой вообще социального партнерства является коллективный договор на каждом предприятии. Хочу напомнить, что первый коллективный договор в Российской империи был заключен на бакинских приисках, не приисках, извините, нефтяных промыслах Нобеля в 1904 году. Это первый коллективный договор в Российской империи. Потом это развивалось, это было и до 1917 года коллективный договор на предприятии, где были определенные договоренности между собственниками или в нынешней терминологии работодателями и профсоюзами. Это было и во времена советской власти, все 72 года социалистического развития в нашей стране. Это является сейчас. Да, сейчас мы перешли на более высшую, на более прогрессивную форму, или там, скажем, на более приспособленную к рыночной экономике форму трипартизма. Тогда в среде договора есть три стороны. Это работодатели, это работники объединенных в профсоюзах и это государство, которое в принципе призвано регулировать и гармонизировать эти отношения, которые очень часто могут приводить к достаточно серьезным обострениям. Как в обществе в целом, так и на каждом предприятии. И это все связано с деятельностью, развитием общемировой идеи, которая воплощается в деятельности международной организации труда, которая была создана после Первой мировой войны. Ну и самое главное, создана на примере или для того, чтобы не допускать примеров той социальной революции, которая произошла в 17-м году в российской рентине, которая привела к развалу государства, гражданской войне и так далее. И тогда была, так сказать, выдвинута, но я считаю, что на тот момент инновационная и не потерявшая своей ценности до сих пор идея репартизма, что необходимо решать все противоречия не путем революции, а путем переговоров. Если мы идем этим путем, если эти переговоры эффективны, если при этом учитываются интересы всех трех сторон, потому что, безусловно, в этих отношениях есть интересы всех трех сторон, то тогда у нас будет нормальное, стабильное развитие, как совершенно справедливо сказал Максим Анатольевич. Если же у нас будет неравномерный вброс и попытка перетягивания одеяла одной из сторон, то тогда, безусловно, у нас будут конфликты. Самый живой, последний, сегодняшний пример, который знают все. Вот это... Это предложение по поводу ОСАГО. О том, что давайте мы сейчас ОСАГО переструктуризируем и плату за страховку будем собирать деньгами живыми. А выдавать потом в случае наступления страхового случая, значит, какими-то товарами или услугами. Ну, это феодализм. Это феодализм. Вот это клиповое сознание тех молодых менеджеров, которые это предлагают и разрабатывают, которые, представляете, не представляют себе всех последствий, которые за этим последуют. Если отказываться от денежных выплат, совсем давайте уберем слово «обязательное». Дальше это будут договорные отношения между финансовой страховой компанией, как финансовым инструментом, и гражданином, который страхует или не страхует свое имущество. Либо тогда давайте вносить плату за это ОСАГО запчистями. Один принесет старую дверь от своего автомобиля, другой старый коленвал или новый, который запасной у него лежит в гараже и так далее. Но если делать так, как сейчас это предлагается и продвигается Центробанком, это не Центробанк. Я не думаю, что там, собственно, Центробанк, там есть какие-то заинтересные. А вообще-то ваша авария по дороге повлияла на серьезное невозможно. Абонятно, нет. Кстати, авария не сильно повлияла. Это все мелочи. Там кто-то гвозди рассыпал, просто видел в преддверии 17-го года, надо понимать. Вот, это не сильно проблема. Меня возмущает этот точно такой же подход, который нам был продемонстрирован с точки зрения перетягивания делом и себя, когда забирали сбор взносов страховые системы социальные и передачи их государственному органу федеральной налоговой службы. Это то же самое. Это попытка экспроприации в пользу государства взносов и части доходов трудящихся. Ну ладно. Я просто это в качестве примера привел по ОСАГО, но это абсолютный бред, который предлагается сейчас в том виде и продавливается. Возможно, будет продавлен. Но судьба этого бреда будет следующая, что через несколько, некоторое время, я не знаю, через год-два, это будет отменено. Отменено, потому что это возврат феодолизма. Точно так же, как... Еще сделаю одну ремарку. Точно так же, как никто не оценивает, вот это и мировая тенденция, и тенденция, которая у нас в качестве эксперимента в стране проводится, что давайте отказываемся от наличных денег и все переведем на, так сказать, безналичные электронные расчеты через кредитные и дебетовые карточки, которые есть у каждого гражданина. Это точный возврат в рабство. Вот это надо только оценивать. Это пока преподносится как, значит, светочие развития технологий, в том числе банковских и цифровых, а на самом деле философски это возврат в рабство. Ну, ладно, я все-таки возвращаюсь к социальному партнерству. Так вот, коллективный договор, это главный элемент социального партнерства. Сегодня, безусловно, мы с своей стороны также констатируем, что социальное партнерство как форма взаимодействия между бизнесом, трудящимися и государством развивается. Эти институты созданы в каждом регионе Российской Федерации, и трехсторонние комиссии, и там достаточно эффективно работают. И, возможно, Кобя Юрьевна говорила об этом, пока не было, о том, что мы провели такую оценку осенью этого года на сцедании Российской трехсторонней комиссии, эффективности деятельности трехсторонних комиссий, такие же оценки провели и почти во всех регионах. И мы сейчас имеем базу для того, чтобы понимать, что надо еще дорабатывать в этой системе, чтобы она работала более эффективно. Я хотел бы все-таки предостеречь всех нас, если мы хотим действительно с научной точки зрения разбирать проблемы, связанные с социальным развитием, предостеречь от того, что давайте все будем отрицать, что сделано за 72 года социалистического развития в нашей стране, что все это плохо, и вот все чистывалось, так заново будем делать. Вот не совсем так, не совсем так. И, собственно, много есть причин, почему мы отказались от социально-экономической модели, которая была в нашей стране на протяжении вот этих 72 лет. Но, по крайней мере, то, что называют социальными завоеваниями, во многом оказало влияние на развитие социальных институтов во всем мире, на развитие общества, человеческого капитала во всех странах, в том числе самых передовых, которые нам сегодня приводятся в качестве примера. И их экономический успех в том числе связан с тем, что в рамках конкуренции социальных систем, в силу определенных причин, их усилия по развитию человеческого капитала оказались более успешными, чем в Советском Союзе. Поэтому мы должны отказаться от тех, скажем так, не оправдавших себя форм социального развития, которые мы сегодня прекрасно видим, от которых можно свободно отказаться. И более того, мы должны укреплять те проверенные формы, которые применяются, в частности, социальное страхование, имея в виду весь комплекс, там это и медицинское, и страхование по времени нету способности, пенсионное страхование. К сожалению, забытое у нас и до сих пор невозвращенное страхование от безработицы, которое необходимо возрождать страхование от безработицы, а остальные виды страхования развивать именно как страховые механизмы. И только так это будет работать в пользу трудящихся. Ну, еще одну ремарку могу сказать, что до сих пор не завершен спор, вернее, он все время финансово-экономический блок перетягивает правительство. То есть правительство в целом перетягивает на себя одеяло в части определения, кому принадлежат эти страховые взносы и, собственно, пенсии. Они считают, что это государство, что иногда работодатели говорят, что это деньги работодателей, что они страхуют своих работников. На самом деле это деньги работников, поскольку себестоимость продукции любой работодатель включает полный фонд оплаты труда, куда входят все эти средства, которые перечисляются от имени работников в эти социальные фонды. Поэтому здесь у нас совершенно определенная на эту тему есть точка зрения, и мы готовы ее не только защищать, она доказательна. Все остальное это конъюнктурно для того, чтобы кому-то в этой общей системе, одному из элементов, повысить свою собственную доходность своей деятельности. Поэтому это отказ от прошлого, отказ от позитивных наработок, которые есть в прошлом, в развитии нашего государства, это все равно, что в физике попытка отказаться или прибавить анафиуме классическую механику и сказать, что теперь мы будем жить только по релятивистской механике. Да, конечно, релятивистская механика есть развитие механики, но без классической механики это ничто. Поэтому у нас есть, еще раз повторяю, что мы считаем, что для экономического развития сегодня надо обратить особое внимание на развитие человеческого капитала. На нормальное медицинское обеспечение, на нормальное, прежде всего, на доходы. Потому что сегодня недопустимо, что приведет, или возможно, приведет к революционному пути дальнейшего развития. Это то, что сегодня искусственно делается на уровне государственной финансовой и экономической политики. Это снижение доходов, занижение доходов от трудовой деятельности, занижение доходов граждан и повышение налогов и цен на все товары, услуги и вообще цен на жизнь. Поэтому вот это прямой путь в революцию. Мы, я думаю, что все собравшиеся в этом зале против революционного пути, я поддерживаю, еще раз повторяю, призыв Максима Анатольевича о том, что нам надо без резких движений, но революционным путем эффективно идти вперед. Так вот, для эффективного движения вперед нам необходимо в том числе, в том числе, вот это, такой подход менять. Потому что этот показатель нашей общественной жизни, он находится на пределе. Он находится на пределе. Пока еще, как у Пушкина, в Борисе Георгиевне, народ безмолвствует. Но от безмолвствования народа на площади Кремля до бунта, две фразы, два призыва. Поэтому, поэтому это проблема, которую надо решать нормально, переговорами и, так сказать, в соответствии с интересами каждой из групп, которая представлена в нашем трехстороннем диалоге. Что касается минимального размера оплаты труда, то очень часто это спекулятивно подменяется с кого-то общей борьбой. Что вы боретесь за минимальный размер оплаты труда, за что вам 7800, там сколько-то, что вообще на эти деньги жить невозможно. Да, конечно. Но это социальная гарантия, которая должна быть выстроена так, как это записано и как это из логики вообще всей жизни должно вытекать. Минимальная социальная гарантия, это значит доход человека от трудовой деятельности в течение полной трудовой недели, который равен прожившенному минимуму. При этом, методика, по которому рассчитывается показатель правительственного минимума, далеко не совершенна. Она была введена, я просто напомню, в 1992 году правительством товарища Гайдара Егора Тимуровича на 8 месяцев периода преодоления кризиса. Кризис непонятно, то ли он преодолен был в конце 1992 года, то ли он продолжается до сих пор. Методика не изменилась. Более прогрессивный, более отвечающий реальным потребностям человека, семьи, домохозяйства, там в различных терминах, поскольку там есть нюансы подсчетов. Значит, более реалистичный это, значит, подсчет не прожившего минимума, а есть другой термин, который туда включает все необходимые расходы. Ну, сейчас, ну, сначала, я сейчас, сейчас я до него дойду, это все равно. Ну, Михаилыч, не надо до него доходить, потому что у нас все закончится. Я заканчиваю, я заканчиваю, мне одна минута, ну, две, может быть. Ну, так я и сфальского. Ну, я просто, я спрашиваю у вас позволение, чтобы вы модератор, вы модератор. Тем более, в 1992 году я отвечал за этот традиционный минимум. Ну, вот видите, как только мы доходим до руды, сразу рот затыкает, особенно трудящий. Вот это, вот, вот это реальное воплощение модели, в которой мы сейчас живем. Ну, вот, это шутка, конечно. Так вот, еще раз о минимальном размере оплаты труда. Передавать этот показатель в регионы неправильно. Хочу напомнить, это наше, там, собственно, восхождение, во взгляде, с министерством труда. В регионах работает другой показатель, который называется МЗП, минимальная заработная плата. Вот там, на уровне трехсторонних комиссий договариваются о том, что такое минимальная заработная плата региональная, где учитываются все аспекты. Это южный регион, северный регион, значит, там уровень устоявших цен на основные услуги, товары и продукты. И вот в этой связке минимальный размер оплаты труда, который характеризует равную оплату за равный труд в нормальных условиях, это общий государственный показатель должен быть. Дальше, региональная минимальная заработная плата, которая не должна быть ниже, чем общефедеральная гарантия МРОД, но учитывать эти региональные особенности. На самом деле, МРОД это не тот показатель, не тот уровень заработной платы, который необходимо платить. Это минимум, ниже которого нельзя платить за любую простую работу в нормальных условиях. Естественно, чем более коэффицированная работа, и заработная плата, и уровень заработной платы, вот по тем опросам, которые мы проводим сами, и которые во многом коррелируют с теми опросами, которые проводят большие социологические службы, но, скажем так, удовлетворяющие на сегодня граждан Российской Федерации работников средний уровень заработной платы, это где-то в районе 60-70 тысяч рублей, которые, все, это сильно отличается вдовое от средней заработной платы, которые есть сегодня по статистике. Я на этом закончу, а проблемы остаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...